здравствуйте друзья у нас в студии гости она сейчас все про себя расскажет здравствуйте как зовут гости мая мая откуда моя будет родом и я знаю что вы учились на октябрьском поле я жил там я жил на полежаевской так я жил больше на полежаевской поле на полежаевской чем на октябрьском поле я и знаете демьяна бедную улицу вот я жил демьяна бедного 4 вот прямо могут там у воды а я жила там новый район построили адельского поля это уже без меня так и прям там понял но это как бы не не то что привод на углу там хорошо ладно так вы давайте образование какое а я закончила технику на программист училась четыре года и потом пошла в институт подойдите то после восьмого класса четыре года один это после девятого класса вы четыре года отучились ну так а какие-то языки изучали там может изучали какие не скрывается мы начинали с дэлфи учили паскаль дэлфи когда живу это уже ну вот да вот так вот до сих пор так хорошо а потом у нас был сиси плюс плюс и шарп уже как бы на основе базы которые мы проходили мы уже там же до пользовался хорошо закончили выйти техникум но не пошли работать я пошла работать я работала в технической поддержке ну как бы не в колл-центре где на звонки это как бы мы занимались поддержкой системы вот чтобы все корректно работала я работала в ритейловой компании чтобы знаете там цена на кассе сеть магазинов до пятерочка перекресток карусели не знаю знаете слыхал слыхал так вот друзья вот пожалуйста из пятерочки хорошо такие как бы дискаунтные такие народные да хорошо и сколько же вы там проработали проработала я чуть больше полутора лет лет это все в москве на москве я параллельно училась в институте продолжала как бы получать высшее давать образование тоже на программиста пошла как что за институт мадим автодорожный конечно там на ленинград и из того что я училась в колледже а я пришла по сокращенной программе вместо пяти лет на заводчике мне нужно было учиться три года вот но я к сожалению не закончила потому что переехала сюда ну а что изучаете что а ну все понемножку там базе данных мы изучали . полезно вообще ну как бы если не работаешь да то полезно нет просто из того что мне не было опыта именно использования то эти все знания они как бы потихонечку потом уходят да но как бы основы остаются как бы все представление помогает вот сейчас например я учусь я вспоминаю многие вещи которые хорошо значит жили вы все жили никого не трогали полтора года вы проработали и и что случилось и переехала я сюда а как переехали а сначала приехали родители моей сестрой младшей это когда это получается два года назад ну а родители как переехали с младшей сестрой политики я понял то есть они приехали типа погостевать потом остались а потом они когда получили политику они но они не могли вас воссоединить вы уже были получите они еще это долгий процесс они еще не получили хорошо а как вы приехали тоже политики понял понял хорошо то есть у вас тоже процесс не быстрый вы подавались прямо в калифорнии или еще где-то а вот прям сан-франциско вот тут у нас да я первый год жила в сан-диего родители приехали в сан-диего потом я приехала мы жили там и вот буквально месяц назад когда курс начался приехали сюда а такой вопрос вот ну вы маленькая такая такая совсем молоденькая а родители наверно там что-нибудь лет 40 с копеечкой да чуть-чуть постарше а чего им не сиделось что они так как раз так и снились ну такие как бы обстоятельства в россии складывались что-то надо было валить сколько лет младшей сестре 18 такая же большая девочка и говорю давай это тоже в школу а в школу подождите школа на школу обычную закончилась здесь хорошо вы давайте работ найдите покажите пример а как вы к нам попали вообще а через youtube то есть вы давно рассмотрите но я вас начала смотреть это год назад то есть вы начали нас смотреть подойти в америке вы сколько то есть приехали и стали смотреть или стали смотреть до приезда ну вот как ты я начала смотреть уже когда я в принципе понимала что я возможно понял то есть вы так как-то на какой-то стране вот именно приехала сюда мне еще как много времени было не было ни работы то есть много свободного времени я вот очень а вот такой вопрос а вот вам что за интересного типа люди живут там где-то и они о чем-то думают кого-то просто вообще интересно как там в америке там чего а вы чего вот вы уже в америке и вы смотрите и что что вы как бы что для вас интересно мне очень интересно как вы рассуждаете разные темы мудрость друзья не пропьешь и про вот оно что понял понял хорошо а родители тоже смотрят или смотрят это мама все видят что они тут уже с вами да так а где же мама давайте маму мы с ней поговорим предложите маме сказать михаил просто ждет не дождется так значит у вас и одни девчонки то да хорошо а сколько вас вообще но у меня есть две сестры и младшая старшая так вас три сестры две сестры до нас ты трое девочек 333 где россия большая хорошо большой сколько горек 30 то есть она уже там как семья одеть там все дела там ну хорошо но она как-то с вами так вы общаетесь она она приезжала к нам два раза в гости как людям визы дают вот вот я смотрят зрители смотрят и думают как же так эти уехали значит остались потом вам дают визу чтобы значит приехать остаться теперь сестра у которой такое наследство значит семейное она тоже приезжают у нее есть виза я просто поражаю нам когда из работа в москве если как бы много ездишь по европе она много есть модировки были у нас в москве работает девочка кристина причем они у ребенок то есть это у нас работает есть как бы все рекорды мы зарплату платим все такое она идет я я хочу ее привести на пару недель чтобы она нас тренинг здесь прошла в онлайн классе работы и я еду надо ее это самое пишу письмо в посольство написал письмо кон консулатор туда-сюда я бы все оплачивать вот это все на мне так они отказали и я знаю многим отказывает ну да в общем такая вот такая вот жизнь хорошо ладно так как вообще в америке вы не работали никогда может быть там как-то не америки хорошо а вот такой вопрос может быть не знаю такой но я как дедушка мне можно вот ну вот такая симпатюля ну вам не предлагали за этот год там замуж выйти там уже раз пять хочу шарахаетесь от кавалеров шарахаюсь а те конечно но как бы не искать неизбежно сейчас все что хочешь может быть научи как-то мама что говорит не спешить карьеру делать карьеру карьеры а вот с точки зрения кучу учебу у нас ну вы конечно как бы получается подготовлены ну можно было бы лучше все-таки английский ничего важны нормальный я приехала конечно было тяжеловато я пошла на веса классы вытягивал английский то есть чем я занималась первый год это я ходила но сейчас нормально но сейчас нормально но не так как на русском поэтому пока не будет как на русском не будет значит хорошо теперь вот вы учитесь более-менее понятно то есть как бы органически как бы это все вкладывается в сознание да очень понятно и как бы нужно заниматься много самостоятельно начинать потому что ну бывает такое что там 10 минут вот какой-нибудь небольшой теме уделяется но хочется знать больше потому что конечно это должно вложиться в голову очень хорошо поэтому ну а вы не пробовали скажем там два раза вот допустим что такое было потом через месяц вернулась там еще раз вот тоже самое это видео посмотрела и такое бывает ну я вот училась как бы я брала онлайн класс и у меня это хорошо осело то есть вы во втором кругу сейчас идете ну да но как я не выкладывалась полностью когда я была в онлайн классе потому что я понимала что я приеду сюда и я ну чисто вот для ознакомления это все делала и вот когда я приехала и все сначала началось из того что у меня была база уже это прям очень хорошо ложилась и часто спрашивают ребята вот говорят вот я собираюсь ехать там туда-сюда но они еще там правда вот народе и они спрашивают а есть ли смысл взять онлайн класс чтобы потом уже приехать на кампус после онлайн класса там по деньгам получается так что он как бы заплатил вон на и глазовой как в банке то есть она пересчитывается не нужно стараться тут еще платить но с точки зрения вот вот вы как чек который через это прошли вы бы сказали что это хорошая идея или что не будет сил не будет времени неудобно день-ночь я бы сказал очень хорошая идея потому что еще можно в записи посмотреть дороже все остается и плюс очень большой материал там есть видео дополнительно библиотека очень много материал я сказала бы однозначно а вот в классе вы допустим сколько есть это допустим вас там 30 человек в классе и народ в основном усваивает или они говорят ой что я ничего не понимаю или скажем там преподаватель что-то раз его сказать не может не на в основном все понимают нормально да ну может быть бывают какие-то такие технические момент которые не сразу а вы сколько уже проучились месяц ну вот у нас 15 мая начали подойдет это что фута 15 мая так вам осталось можно сказать месячишка и вперед ну хорошо а вы машинку водите а вас в москве водили или тут ночью нет она училась здесь в москве никогда не водила я уже думала собиралась идти учиться но как-то вот не получалось у меня пойти в автошколу там же нужно пойти в автошколу то есть не так как здесь а здесь ну как бы тебя может учить вот меня получил можно инструкторы можно можно а там нужно обязательно отходить в автошколу как бы прошло прослушать всего лично я считаю что в этом есть большой смысл все-таки мы знаем что человек где-то учился хотя я понимаю что они там за взятку любую справа я скажу так что специально делается так чтобы платили дополнительно деньги вымогают хорошо давайте так москва все-таки знать как громадный такой город мегаполис там бог знает такую интенсивность такая то есть сейчас вот даже по окраинам ты ходишь и там толпы людей в эти раньше там толпы были только в центре а сейчас просто всю и и вот вдруг такое относительно тихое спокойное место и ты сан-диего очень спокойный про такой спальня после москвы это очень дерево деревушка но вот вы привыкли верюшки привыкла вы и свой кайф да но при том что если хочешь что-то такого шумного можно поехать в тот же даунтаун да конечно там там достаточно шумного хорошо так ну а вот если сравнить вот допустим жизнь человека в москве и жизнь человека здесь но может быть давайте на примере вашей жизни что другое чужую жизнь вы не можете оценивать но вот вот свою вы где жили ну вот на поближайская жила на поближайская жила на вечеринском проспекте еще жила на вечеринском желают это уже так в стороне а в стороне хорошо вот спальные районы относительно спальные районы теперь здесь вот вот скажем если вы жили там то вы наверно выходили там с авоськой в магазин и там пешком туда пешком сюда тут гастроном там булочная было такое да я была без машины и поэтому а здесь как а здесь тяжело без машин тяжеловато очень хорошо вот вы в магазин как пойдете сейчас я на машине уже поеду это да это очень расслабляет водить легко легко доводить его водители другие они так как бы заботливые такое пропускают уступают или так вот подрезают мне кажется спокойнее чем москве я как бы не водила на видела как там водят и это ужасно и здесь намного спокойнее а вот качество дорожного покрытия например здесь хорошая же иногда еды там какая-то ну не колдобина колдобина но могло бы быть что-то поприличнее вот я нормально в принципе хорошие дороги и плохие ну хорошо ладно давайте так вы вот как маленькая девочка приехали в америку английские подбираете сейчас профессия сейчас пойдем там денежку зарабатывать ну а в принципе чего хочется по большому так вот счету вот так чтоб так вот через десять лет через двадцать вот чего-нибудь такого хочется мой сложно заказывать так далеко но вообще я хочу в этом направлении направлении идти двигаться сначала выжать и шнур до 100 там еще может быть может быть если пойдет уже как разработчик выше образовая будете завершать вот я думаю надо этим как это совмещать потому что когда работаешь и учишься это может быть не прямо сразу то есть мы может поработать пара-тройку лет и там есть много способов можно и в онлайне можно и как угодно можно но вот если можно было бы как-то перевести то что я училась в россии сюда сто процентов конечно переводится зачтется зачтется конечно не надо будет там костюме ложится там заново все делать хорошо ладно так а вы как-то тусуетесь я не знаю там ходите на танцы и ходите в бар какой там молодежь вот выходные вы что делаете ну сейчас очень много времени учебе уделяю хорошо это мне нравится так нет и так мы собирались пару раз вот одногруппниками даже с теми кто уже закончил то возникают какие-то такие дружеские связи да здесь но у нас народ в целом такой они жизнерадостные или год ой все плохо вот как они но я не слышала что все плохо народ как-то подбадривают и ну хорошо есть ощущение что работы много вокруг или течение ой мы сейчас вот у нас тут много работы мало вот как но вы с кем я общалась кто работает и я спрашивал как быстро не нашли не говорит ну вот кто-то месяц кто-то два было время я скажу лет пять назад где-то от двух до четырех недель находилась но сейчас я я бы сказал что от месяца до двух в основном то есть основная масса проходит от месяца до двух сейчас сложнее стало интервью получить вот раньше ты там пошел на рынок бах там у тебя там 33 интервью на неделю сейчас такого нет сейчас хорошо если у тебя там за месяц было два интервью поэтому хотя есть люди которые как-то вот у них получается знаешь вот бывает может там два-три интервью в неделю как как он вообще тут других так не получается то есть иногда это как мистический какой-то есть в этом налет ну какая-то способность определенная даже не знаю даже не знаю ну что же хорошо вы давайте тогда заканчивайте побыстрее этого свой курс то то у нас вот у софии никого на практику посылать да да вот на этой неделе 6 компании приходили и мы там одни и те же несчастные там десять человек вот мы их и крутим через все конторы и никого послать как мы уже готовы резюме есть на практику есть резюме сказали вчера написали что готовы резюме то есть она сказала что есть ну да мы мы на самом деле начинаем их раньше времени выдергивать потому что невозможно компании сказать что у нас никого нет хотя и могут не прийти потом и еще как-то хорошо плавно так как где вы тут живете с вами рядом с вами видите по вашим стопам вы видите вы видите как мы еду домой в тех краях москва сани вы светлое будущее хорошо а вот что для человека главное в жизни вот смысле из качеств может быть или цели которым стремится но что не знаю семья дети деньги карьера ну вот что такое вот без чего никак нельзя вот что что главное это очень сложный вопрос на сегодняшнем вот вашем уровне понимания по это изменится то есть когда вам будет 30 будет одно 40 будет другое там 73 но вот сейчас как вы понимаете чтобы это все было в гармонии как-то баланс баланс друзья это не по годам мудро это баланс ну что же конечно баланс это очень важно там работа семья друзья есть у вас тут потихоньку барбекю там потихонечку появляется на хорошо ну что же давайте вот что а вообще такая вы такая сошел социальная таковым тусуетесь или вы боитесь прячетесь от камер ну давайте на вот что раз уж вы наш зрители вы так не человек с улицы тогда давайте мы сделаем так ребята будет вам вопросы задавать уж всегда будут всегда кто-то там с вопросами вы тогда уже нет они не поленитесь и так им ответьте значит а зритель наш вот пожалуйста задавайте вопросы я сразу предупреждаю что детали кейса значит там вот не спрашивайте да могу только михаил рассказать нет если только нужно что-то я не знаю лучше не знать там к чем меньше знаешь тем лучше а вы с кем у вас адвокат или вы сами какой-то известный у нас на канале андрей конечно андрей романенко да у нас есть плейлист по политубежищу и так получилось что жена андрея у нас училась да и у нее не пошло она она поучилась и куда-то она увлеклась чем-то другим она вполне могла на молоденькая девочка вот как вы и но там и ребеночек там еще что-то чем короче она очень способная пошла бы вот просто ну ладно настроение у этих вот молоденьких настроение меняется только так короче вот его жена у нас училась я бы слушай год на если уже мужик занимается так уже пусть нам что-то расскажет и это было еще до знакомства со светланой каф и вот я к нему приехал в сан-франциско в офис и мне вопросы заранее все где так просто так не буду я хорошо я собрал вопросы ему отправил он их как-то там выстроил и вот по этим вопросам мы там шли но я еще по ходу дела кое-что спрашивал но так иногда не хотя иногда так он мимо проходил вот он такой очень тщательный и несколько было вещей если кто-то не видел его интервью это посмотрите у нас есть плейлист по политическому убежищу и видео с ним самое первое стоит потом там идет несколько со светланы к и того сериала же с ним дает там несколько например у меня самого был такой вопрос я все у меня не было ответа я говорил себе ну вот смотри человек приехал в америку шесть месяцев у него нет разрешения на работу и вот он приходит к судье или там коммиграционным офицер и тонн офицер как должен относиться к тому что эти шесть месяцев где-то нелегально на кеш работал вот как он должен к этому относиться второй момент человек едет в сша получает туристическую визу получая туристическую визу он объявляет что намерение у него туристический потом он приезжает через месяц подает на политику как к этому должен отнестись судья вот это это как вот и у и андрей то я не буду вам рассказывать я хочу чтобы посмотреть и андрей там абсолютно четко на это все отвечает и он снял некоторые напряжение с моей души потому что у меня у меня это как-то вот вызывало такое сомнение какая-то некошерность такая присутствовала вот все путем короче и он там все это рассказывает и вот да у нас у нас конечно в основном люди которые вот попадают объектив сейчас они через светлану ков идут но но и андрей в андрея тоже есть наши ребята и он он совершенно замечательный вот я к ним очень хорошо отношусь и такие вот такие вот дела молодцы был в хороших руках и родители с ним же молодцы прошу а вы тоже смотрели видео и вот он вам приглянулся это родители как-то искали я не знаю то есть вышли уже это ведь по их ступа стопа ну что же хорошо давайте мы с вами туда бибикает давайте мы с вами тогда попрощаемся с нашими зрителями задавайте вопросы вам с удовольствием ответит да вот и там москве привет передали все в москве привет помашем ручкой до скорых встреч мы не прощаемся хорошо не прощаемся